Здравствуйте, уважаемые телезрители! Лайв-студия 7-го телеканала продолжает свою работу для вас. В эти праздничные дни мы традиционно подводим итоги ушедшего 2017 года. Сегодня у нас в фокусе автотема, а также целый ряд изменений в законодательстве. Поговорим на эти емкие и довольно обширные темы с экспертами нашей студии. Это спикер патрульной полиции Одессы Алла Марченко и Сергей Чванкин, председатель Киевского районного суда Одессы. Здравствуйте! Здравствуйте! Предлагаю начать с обсуждения автотемы, потому что очень наболевшая действительно тематика. Вы оба довольно часто и довольно много комментировали по этому вопросу. Небольшой сюжетик о происходившем на дорогах нашего города за прошедший год, а потом приступаем к обсуждению. 2017 год выдался довольно напряженным на дорогах Одессы и Одесской области. Только по информации городского управления патрульной полиции. За этот период экипажами зафиксировано около 11 тысяч аварий с механическими повреждениями. Это те случаи, где ущерб нанесен лишь имуществу. Помимо этого, за прошлых 12 месяцев в Одессе произошло больше 1100 аварий с пострадавшими. В них травмированы 1353 человека, 72 погибли. Стоит отдельно выделить происшествия с пешеходами. За минувший год их было зафиксировано 440. Вследствие этих аварий 363 пеших участника дорожного движения были травмированы, а 40 погибли. Владимир Владимирович, такая тяжелая тематика в праздничные дни, но тем не менее об этом необходимо поговорить. Какая тенденция в принципе прослеживается у нас в автожизни на дорогах нашего города за прошедший год? Как изменилась ситуация? К сожалению, ситуация в лучшую сторону не изменилась. Роста ДТП в сравнении с прошлыми годами у нас нет, но тем не менее стабильно также. Хотя проводится ряд мероприятий, мы проводим постоянные отработки, работаем с водителями, работаем с пешеходами, работаем с населением. Но, к сожалению, статистика говорит о том, что не всегда прислушиваются к нам, к нашим советам. Как результат, это ДТП. Основная причина, в чем заключается основная аварийность, это ненадлежащее состояние дорожного покрытия, это невнимательность водителей, это злоупотребление тем же алкоголем. Кстати, это отдельная тема, ее тоже затронем. В чем причина? Основная причина, это скоростной режим и дистанция. Затем это уже проблемы с пешеходами и следующие другие пункты, давайте скажем так. То есть, да, управление в состоянии алкогольного опьянения, это также есть фактор, который влияет, но самый первый, основной, это все-таки скоростной режим, дистанция, затем пешеходы. Новые штрафы, новые правила, действительно, так основательно ПДД Украины не перетряхивали довольно давно, как это произошло в 2017 году. Все эти изменения, они вот как-то повлияли на ситуацию? Какая-то динамика положительная хотя бы наметилась? В принципе, мы ожидали того, что увеличение штрафов по пункту управления транспортом в нетрезвом состоянии как-то остановит водителей, хотя нет. Этого мы не заметили, все же продолжают употреблять алкоголь, садиться за руль, нарушать, и вплоть до того, что совершают ДТП и тяжкие ДТП. То есть, тоже небольшой один материальчик наших коллег, предлагаю его тоже посмотреть по нетрезвым водителям и вернуться в студию. В конце июля 2016 года вступили в силу изменения в Административный кодекс Украины, ужесточившие ответственность за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Согласно им, нетрезвого водителя в любом случае лишают права управления транспортным средством, а в дополнение к этому еще и накладывают на него довольно высокий штраф. Так, в частности, если нарушение было совершено впервые, водителю грозит штраф в 10 200 гривен и лишение прав сроком на один год. А повторно зафиксированная езда под шофе в течение года предусматривает штраф в 20 400 гривен и лишение прав на три года. Также, кто упорно продолжает садиться за руль в нетрезвом состоянии и опять в течение года попадается на этом правонарушение, наказывают штрафом в 40 800 гривен и лишение прав на 10 лет. И тем не менее, несмотря на, казалось бы, ужесточившиеся наказания, хмельные водители с одесских дорог никуда не делись. За 2017 год сотрудники патрульной полиции Одессы составили около 3,5 тысяч админпротоколов за езду под градусом. Пьяные лихачи стали причиной ряда серьезных аварий, которых есть и погибшие, и пострадавшие. Итак, 3,5 тысячи админпротоколов за вождение в нетрезвом виде. Сергей Анатольевич, я помню, вы довольно резко высказывались за ужесточение наказания, за подобное нарушение. Как вы расцениваете, насколько, в принципе, действенным стало увеличение штрафов? Да, действительно, с июля месяца 2016 года, когда штраф поднялся до 10 200 гривен и на год лишают прав, граждане начинают задумываться о том, что это существенно и для семейного бюджета, но и, в принципе, когда без прав ходить целый год, это также не очень удобно. Хотя правильно я хочу согласиться с коллегой, с патрульной полицией, искать следующее, что, наверное, два пути, это, на мой взгляд, два пути выхода с этой ситуации. Первое, увеличение, мы также должны настаивать на увеличении либо штрафа, а это должно быть еще существеннее, чем 10 200 гривен, возможно, это 30-40 тысяч гривен, чтобы человек понимал, который сел пьяным за руль, что он свою семью ставит в очень затрудительное положение. И минимум, я считаю, что даже при первом разе, когда человека поймают за нетрезвое вождение, это должно быть минимум 3 года, а возможно 5 лет, этого бояться не нужно. Вы знаете, это самая малость, которая может быть, когда человек поймают пьяным за рулем и просто его остановят и составят протокол на него, который будет рассматривать суд. Если этот человек уже сбивает другого человека, в ходе которого получается среднее тяжести телесных повреждений либо тяжкие телесные повреждения, это уголовная ответственность. Так нам что нужно ждать? Пока это будет средняя тяжесть, произойдет или тяжкие телесные повреждения, или чья-то жизнь будет потеряна? Я считаю, законодатель должен пойти по усилению ответственности. Это раз. И второе. Мы должны направить свои силы на включение, наверное, по всем телеканалам, по всем интернет-изданиям новых роликов, которые будут обучать, наверное, граждан и призывать, все больше призывать к тому, что не имеешь права ты садиться ни в состоянии алкогольного, ни наркотического опьянения. И нет разницы никакой, то ли ты выпил один бокал шампанского, то ли ты выпил бутылку водки. Садишься за руль в состоянии алкогольного опьянения, либо наркотического, ты потенциальный преступник, ты должен об этом понимать. И здесь точка. Вот три с половиной тысячи нарушений было зафиксировано, только из того, что зафиксировано. Это перешло в суды. Какое количество вы по вашему, по вашей зоне ответственности можете привести, какое количество принимается положительных решений о наложении этого штрафа и изъятии водительского удостоверения? Я вам хочу сказать с уверенностью, я, может быть, полностью цифру сейчас не смогу привести, подавляющее большинство граждан, и могут подтвердить патрульная полиция, лишаются своих прав, и на них налагается штраф. Есть случаи разные, когда действительно нет доказательств, либо какие-то проблемы, нарушен порядок собрания этих доказательств. Но таких случаев очень мало. В основном, я хочу сказать за Киевский районный суд, что в большинстве своем, так как законодатель прописал, так оно и происходит. Да, у нас есть случаи, когда отправляются материалы, к примеру, на дооформление, когда признается человек невиновен. Но я хочу сказать, может быть, не в плюс патрульной полиции, а к тому, что по Киевскому суду, но в основном, в основном идет положительное рассмотрение такого протокола. И человек лишается прав. Но вы мне извините, если на год лишили прав, а человек через полгода, через год опять приходит в суд. И мы пытаемся с ним говорить, зачем вы это делаете, неужели вы не боитесь, неужели вы не понимаете, что есть статья Уголовного кодекса 286, и у вас будет уголовная ответственность. Если у кого-то будет средняя тяжесть телесных повреждений, либо вы, не дай бог, у кого-то жизнь заберете. То есть пытаемся еще с людьми говорить. Не просто человек пришел, он говорит, я осознаю свою вину, я больше не буду. Это вам мало, он должен понимать. Жизнь и здоровье самое главное. Вот о чем мы должны подумать сегодня. Поэтому, возможно, мы должны в интернет-пространстве и на телевидении делать различные ролики, которые доносить гражданам, что это просто-напросто опасно. И нельзя ни в коем случае испытывать свою судьбу таким вот образом, нарушать закон. И ту же самую 130-ю статью. Как вы считаете, в принципе, повышение штрафов, оно влияет на ситуацию в лучшую сторону в дорожной обстановке? И напомню нашим телезрителям, что с 1 января вступило в силу еще одно ограничение. У нас на 10 километров снизилась допустимая скорость в населенных пунктах с 60 до 50. За превышение тоже довольно существенные штрафы. Вот эти штрафы, по вашему мнению, они повлияют на количество лихачей? Или нужны какие-то более радикальные меры, или нужен совершенно другой подход? Я считаю, что и штрафы, и это все нужно решать вместе, и штрафы, и ролики, о которых я говорю, и в принципе должна происходить работа, должно происходить обучение не только с взрослым населением, а уже и с студенческой скамьи. Со студентами нужно говорить, не обязательно только со студентами-юристами, с школьниками нужно говорить, и с самого юношества они должны понимать. Взять, сел за руль, за руль мотоцикла, сел за руль автомобиля, это уже источник повышенной опасности. Нужно быть ответственным. Сажусь за руль, и я не пью. И показываю пример другим. Вот так должен делать школьник, так должен делать студент, и тогда все будет у нас в порядке. Потому что если в Германии, к примеру, позволит человек себе сесть за руль, и употребив, я думаю, будут такие последствия, о которых можно только будет сожалеть. В Соединенных Штатах на несколько лет ты будешь лишен прав, не на один, не на два года, на несколько лет. И будет процедура получения такая прав, что ты ничего не захочешь. И 10 раз всем своим родственникам, друзьям скажешь, что этого делать нельзя. Человек должен понимать сердцем это, чувствовать, что это плохо. И здесь нельзя сказать, что если человек, а я не знал, что закон не знал, или я думал, что бокал шампанского это можно употребить. И я говорю еще раз, нет разницы, бокал шампанского, либо водки, стакан или коньяка. И тогда, я думаю, что у нас на дороге будет поспокойнее. Поспокойнее можно будет говорить, что действительно мы с Европой берем одно из лучших примеров. Ну, будем надеяться, что действительно эти изменения приведут к улучшению дорожной обстановки, дорожной атмосферы. И еще ряд изменений, которые продиктованы нам необходимостью реформирования, в том числе и законодательство нашего, в этом году уже будут введены в действие, получили ряд новых кодексов. Как поменяется работа судей и юристов, осложнится она или станет легче? Вы знаете, по новым кодексам, которые были приняты 15 декабря 2017 года, можно говорить часами. Здесь очень много интересного. Это новый хозяйственно-профессиональный кодекс, новый гражданско-профессиональный кодекс, кодекс административного судочинства. Давайте попробуем это максимально сжать. И максимально понятно рассказать. Да, и максимально понятно. Прежде всего, КАС, ЦПК и ГПК унифицированы. Одинаковое понятие к срокам, одинаковое понятие к открытию производства и многие другие. Проциальные действия унифицированы и делаются одинаково в трех разных кодексах. Появился новый институт упрощенное производство. Что это такое упрощенное производство? Когда истец подает исковое заявление и сумма иска не превышает 160 тысяч гривен, происходит без судебного заседания рассмотрения дела. До 160 тысяч. Если сумма иска до 850 тысяч, здесь истец должен попросить о том, чтобы данное дело рассматривалось в упрощенном производстве. Он должен об этом заявить ходатайство. Но до 160 тысяч не нужно какого-то ходатайства заявлять. Хорошо это или плохо? Однозначно это хорошо. Это разгрузит суды. И многие исковые заявления, где сумма предусматрена меньше 160 тысяч, будут рассматриваться быстро. Я думаю, это большой плюс. Идем далее. Возможность выбора защиты способа. Если ранее они были все регламентированы, то сегодня, к примеру, можно придумать такой способ защиты, к примеру, истец придумает, он его обосновывает в иске. И суд считает, что он правильно его обосновал, может его применить. Берем, к примеру, Соединенные Штаты, когда в решении судья может прописать не приближаться один к одному, к примеру, гражданину не приближаться на 50 метров. К дому, к месту работы. И данное решение должно исполняться. Удобно это? Мне кажется, что это такой интересный ноу-хау. Посмотрим, как оно будет работать. Нужно подождать практику. Хорошо, но опять же, если мы берем штатовскую модель, не все применимо то, что хорошо там, не все применимо здесь. Насколько это отработает у нас? Полностью с вами согласен. Я говорю о том, что здесь у нас есть комбинированные применения различных процессуальных институтов. Комбинированные. Допустим, что-то мы взяли интересное из Соединенных Штатов, что-то у нас с французского кодекса. Нельзя говорить о том, что в Соединенных Штатах все хорошо. И нужно просто-напросто слепо брать этот кодекс. Я думаю, что это совершенно с вами согласен, что хорошо для американца, возможно, для украинца не очень будет правильным. Идем дальше. Встречное обеспечение иска. Вы подаете исковое заявление. Ну, к примеру, я не знаю, приостановить в летний период подали иск и просите обеспечить иск приостановить работу конкретной базы, да, возле моря. Можете себе представить, какие убытки будут у этой базы, если она целое лето не будет работать? А потом окажется иск безосновательный, и в этом иске нужно будет отказать. Кто от этого пострадает? Конечно же, этот ответчик. Хозяин этой базы, он пострадает. Для того, чтобы он не пострадал, продумал законодатель. Встречное обеспечение. Будь добр, ты иск подал? Желаешь, чтобы мы обеспечили? Мы будем обеспечивать. Пожалуйста, внеси сумму на депозит суда, такую-то сумму, чтобы мы могли этой суммой возместить понесенные убытки ответчика. Хорошо это или плохо? Отлично. Однозначно это хорошо. Идем дальше. Злоупотребление процессуальным правом. Новый институт процессуальными правами. Ранее вы знаете, можно было подавать 10 исков в один и тот же суд. Все одинаковые 10 исков. Для чего это делается? Может быть, кто-то, не нравится кому-то судья Петров, Иванов, Сидоров и ищет там какого-то другого. Судья из 10 исков, наверное... Усложняют работу. Усложняют работу. Судьи не обязаны следить, сколько исков поступило в суд, у кого оно рассматривается и таким вот образом затягивается процесс. Это ненормально. Законодатель здесь пошел по правильному пути и прописал новый институт злоупотребления профессиональными правами. Если будет адвокат, представитель будет этим заниматься, однозначно могут быть применены к нему своеобразные санкции. Отличнейший институт новый урегулирования спора с участием судей. Медиация так называемая. Об этом мы говорим уже не один год. Мы знаем, самые развитые медиации сегодня есть в Германии и в Канаде. Ту медиацию, которую мы предлагаем, которую законодатель предложил в нашем новом процессуальном кодексе, это канадская медиация. Когда судья до рассмотрения дела по сути при поступлении иска выносит ухвалу и месяц пытается помирить стороны. Конечно, если сами стороны не возражают. Что здесь плохого? Он месяц общается со сторонами не в процессе. может общаться отдельно, общается не под запись. И если у него в конце месяца он получил с него примирить стороны, это же плюс. Возможно... Это позволяет сократить затягивание. Конечно, позволяет сократить затягивание. Позволяет сэкономить профессиональные сроки, позволяет сэкономить время, позволяет сэкономить деньги. Это все канадская модель. Когда судья участвует в медиации и примиряет стороны. Если у него не получилось, данное дело через месяц передается на автораспориум, и уже другой судья по сути рассматривает это дело. А что подпадает под подобное... Любое дело. Любое дело. Любое дело. В Германии немножко идет по-другому. Когда не судья, а лицо, имеющее специальное знание, занимается медиацией и занимается примирением сторон. Мы пошли по линии Канады, я думаю, что это правильно. Наработаем практику, думаю, что все будет хорошо в этом вопросе. Но судья это дополнительная нагрузка? Я бы не сказал, что это дополнительная нагрузка. Вы знаете, мне кажется, это достаточно интересный институт, с ним нужно поработать, нужно наработать практику, почитать, опять же, практику тех же самых канадцев, но мне кажется, что он приживется. Для этого нужно время. Идем далее. Электронный суд. Никогда ранее, мы уже говорим об электронном суде уже не один год. Киевский суд, к примеру, города Одессы, уже с 2015 года является пилотным проектом по электронному суду, работает. Киевский районный суд, представители этого суда ездили, и в Боснию-Герцеговину, и в Молдавию ездили, и достаточно хороший опыт переняли у них, и у нас сегодня работает электронный суд. Кроме того, Ассоциация Следственных судей Украины выиграла грант на обучение электронному судочинству по всей территории Украины. И уже буквально за три раза представители 12 областей были в гостях в Киевском районном суде и обучали электронному суду. Если это коротко, что это такое? Новый институт, вводится, и полностью все бумаги переходят в электронный документооборот. Понятно, мы не можем с вами сказать, что через месяц, через полгода мы к этому перейдем. Это сингапурский вариант, когда полностью бумаги все отсутствуют, работает только, переписка идет в электронном судочинстве. А сколько на это нужно времени? Вы знаете, я думаю, старт произойдет этой электронной системе, телекоммуникационная система с января месяца 2019 года, поначалу будут проблемы, но опять же, если желание председателей судов, желание киривников аппаратов, руководителей аппаратов, я думаю, что все можно побороть, и в нашей стране работают грамотные, толковые, прогрессивные люди, и мы сможем вместе все побороть, и электронное судочинство должно заработать во всех судах Украины. Что бы мне еще хотелось бы отметить? Международное сотрудничество. В Киевский районный суд за два года приехало свыше 20, а быть точным, 25-26 различных иностранных делегатов. Это и судьи, прокуроры, и различные юристы. Большинство из них из Соединенных Штатов, из Израиля, из Турции, из Германии. Вот недавно приезжал к нам представитель ассоциации юристов в Австрии 25 ноября, 24-25 ноября у нас этот представитель был. И, вы знаете, было приятно, когда говорят, мы думали, что у нас в Австрии мы очень далеко прошли и в плане электронного судочинства, организации работы, и многих других вопросов. Было приятно, когда подчеркнули, что сказали, у вас можно многому научиться, у вас есть энергия, есть желание. Действительно, Украина находится на таком правильном пути, когда, наверное, может показывать примеры другим странам. А что дает, в принципе, такое сотрудничество? Ведь принципы работы немножко различаются в разных странах. Конечно, дает. Вы знаете, если бы не было такого сотрудничества, сегодня у нас не было нового гражданско-процессуального хозяйственного кодекса. Почему? Потому что я уже сказал, медиация – это канадский вариант. Если бы мы с канадцами не работали несколько лет, я имею в виду и Одесса, и другие регионы, взяли бы мы этот пример никогда в жизни. Скажите мне, пожалуйста, много элементов в гражданско-процессуальном кодексе есть немецких. Как бы мы их взяли, если бы мы с ними не сотрудничали? И вы говорите, что дает? Приезжают, посмотрели в Одессе, например, допустим, работы Киевского района сюда, увидели, возможно, у нас плюсы, либо минусы, указали нам эти минусы, пригласили к себе в Австрию, в Германию, мы посмотрели, как работает у них уголовный суд, гражданский, все остальное, подчеркнули для себя и выработали какую-то среднюю модель. Я думаю, что без обучения нет будущего. Неплохо. Еще важный вопрос и важный момент – это перспектива создания антикоррупционного суда. Об этом много говорили, говорили не только в Украине, говорили наши коллеги в Европе, поддерживали эту инициативу. Как вы относитесь? Ведь есть много злопыхателей, много негативных комментариев, которые считают, что это создание еще одной структуры, которая будет генерировать коррупцию, а не бороться с ней. Я отношусь к этой идее нормально и непосредственно от Ассоциации Следственных судей Украины было предложение, о том, что можно антикоррупционные палаты создать в каждом районном суде, в каждом апелляционном суде. И таким образом данные палаты могут рассматривать дела, которые связаны с антикоррупционным законодательством. Президент пошел по пути внесения, и он уже внес в Верховную Раду новый закон об антикоррупционном суде. Я ничего плохого в этом не вижу. Я думаю, что будут набраны новые судьи. Мы дадим возможность поработать этому антикоррупционному суду. Если он в течение двух-трех лет возможно себя не зарекомендует, либо мы увидим, что нет необходимости в нем, я думаю, что будет принято решение законодателям о расформировании этого суда, либо, может быть, судьи данного суда вольются в палаты апелляционных и новых окружных судов. Вы знаете, сегодня по закону новым судьей, судью антикоррупционного суда может быть человек, которому 35 лет, а 10 лет последних по памяти, помню, не работал ни в прокуратуре, ни в полиции, ни в службы безопасности, не привлекался за коррупционные правонарушения. Уже понятно, что в данном отборе судей будут принимать международные эксперты. Вы знаете, Украина в целом меняется, и мы попробуем. Я думаю, что если антикоррупционный суд себя исчерпает за два, за три, за четыре года, то, возможно, опять мы вернемся к палатам, то, что предлагала Ассоциация Следственных Судей. Возможно, он себя, может быть, проявит и позитивно. Бояться этого не нужно, нужно только поработать над тем, чтобы в антикоррупционный суд заходили работать профессионалы, профессионалы с большой буквы, которые должны досконально уметь разбираться в антикоррупционном законодательстве, в уголовном процессе, в уголовном праве. Я думаю, что все будет нормально. Нужно наработать практику, и обязательно, конечно же, взять практику той же самой Словении, где был антикоррупционный суд и многих других стран. И переварить, взять, наверное, лучше у этих стран. Я прогнозирую, наверное, в конце 2018 года антикоррупционный суд заработает. А все вот существенные изменения вот эти, когда мы увидим их реально в действии, в этом году уже будут какие-то реальные плюсы? Можно будет давать какую-то реальную оценку, какой-то анализ проводить? По антикоррупционному суду или по новому... По всем изменениям, которые сейчас коснутся вашей работы? Я думаю, что мы уже сможем к марту месяцу уже подводить определенные итоги. Сегодня нужно, чтобы по новому кодексу хотя бы суди поработали месяца три. Однозначно, я вижу плюсов очень много. Возможно, и мы увидим много минусов. Я думаю, что в период работы мы сможем притереться, где-то убрать, возможно, где-то нужно будет изменить какую-то статью, часть, пункт изменить. Бояться новое всегда. Мы боимся всегда чего-то нового. Но, вы знаете, если мы стремимся в Европу и мы говорим о том, что французский кодекс, германский, это хорошо, ну давайте попробуем взять у них что-то лучшее по работе, может быть, на их основе. Я думаю, в конце марта можно уже подводить какие-то первые итоги. Ну все, значит, в конце марта ждем вас на эфир. Будем промежуточные итоги действительно подводить. В работе и вашей службы, и вашего ведомства намечаются целый ряд от изменений. Будем надеяться, что они приведут к исключительно положительным последствиям для нашего города, для нашей страны. Такая у нас серьезная тема разговора получилась в эти праздничные дни. Все-таки не будем забывать, что одесситы празднуют. Еще пару слов от вас и от вас. Ну, хотелось бы поздравить с Новым годом, с Рождеством одесситов, пожелать мира и благополучия, процветания нашему городу. в каждый дом, в каждую семью это больше радости, здоровья всем. И еще раз скажу, что берегите себя, берегите своих близких, уделяйте внимание больше родителям и своим детям. С Новым годом и с Рождеством Христовым. От всей души хотелось бы поздравить с Новым 2018 годом, с Рождеством. Вы знаете, мы живем в прекрасной стране, в стране с прекрасными возможностями. Мы живем в прекрасном городе, где живут, работают красивые, умные, перспективные люди. Я думаю, что все у нас получится. 2018 год, это год нашей страны, это год одесситов. Нужно верить в лучшее и заряжать оптимизмом другим. Я думаю, что все у нас получится. С праздником! Ну что, спасибо большое за эфир. Алла Марченко, спикер патрульной полиции и Сергей Чуванкин, председатель Киевского райсуда города Одессы, были гостями лайв-студии. Мы продолжаем нашу работу для вас. Седьмой канал работает для одесситов и в будни, и в праздники. Не переключайтесь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова